В эфире GS Times Игры Хардстоун Heroes of Warcraft для одного. Первые подробности. Об этом и многом другом уже сейчас. Космический симулятор Star Citizen собрал 42 миллиона долларов пожертвований. Этих денег хватит, чтобы добавить в игру полотенца. Ну, космос, как вы знаете, место суровое, поэтому без полотенца тут не выжить. На самом деле это отсылка к роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», с которым связано и число 42. Ну а помимо полотенца будут еще введены дополнительные модели космических кораблей и обновится виртуальный интерфейс. Во время стрима аркады Raymond Legends Мишель Ансель неожиданно показал зрителям новый арт журналистки Джейд, главной героини Beyond Good and Evil. Это намек на то, что разработка сиквела, анонсированного еще в 2008-м, продолжается. В Steam состоялась вторая крупнейшая сделка в истории сервиса. Нож M9 Bayonet Crimson Web, одна из самых редких вещиц, что можно получить в шутере Counter-Strike Global Offensive, ушел с молотка за 23 850 долларов. Продавший его игрок пожелал остаться неизвестным, но выложил в качестве подтверждения вот этот скриншот. За находку некоторые пользователи предлагали ему автомобили BMW X6 и Ford Mustang, но он отказался. Самой дорогой покупкой, совершенной на аукционе Steam'а, до сих пор остается модель курьера WarDog из Dota 2, проданная за 38 тысяч. Atari пообещала до конца года выпустить PC-версию симулятора парка аттракционов RollerCoaster Tycoon 4, недавно появившегося на айфонах и айпедах. Ожидается, что игра будет рассчитана на мультиплеер и кооперативное прохождение. Для шутера Titanfall анонсировано первое контентное дополнение. Оно называется Expedition и добавит три новые карты — Runoff, Swamplands и WarGames. За это богатство в традициях EA придется выложить 10 долларов, в том случае, если вы не покупали сезонный абонемент. Релиз аддона состоится в мае. Креативный директор BioWare Майк Лейдлоу сообщил, что выходящая осенью ролевая игра Dragon Age Inquisition будет поддерживать голосовые команды, обрабатываемые сенсором Kinect. Это касается как издания игры для Xbox One, так и версии для Xbox 360. Создаваемая Джулианом Голопом тактическая ролевая игра Chaos Reborn успешно добирается до релиза. Игра уже собрала необходимые 180 тысяч долларов на Кикстартере, а ее рабочий прототип был опубликован в сети для свободного пользования. Ссылку мы оставили в описании. Игра работает прямо в браузере. Голоп, если вы не знаете, это тот самый человек, что создал культовую XCOM UFO Defense. Выпущенный в 2012-м ремейк под названием XCOM Enemy Unknown признан нами одной из лучших игр года. Chaos Reborn, впрочем, основана не на XCOM, а на одном из ранних проектов Голопа — ролевой игре Chaos для ZX Spectrum. Если верить обновленной информации ретейлеров, дата выхода PC-версии Dark Souls 2 перенесена. Ожидалось, что игра выйдет 25 апреля, но теперь компьютерщики смогут погрузиться в самый недоброжелательный ролевой мир лишь со 2 мая. Это касается и цифровых, и физических версий во всех странах мира. Вампирская MMORPG World of Darkness, основанная на одноименной настольной ролевой серии, самой известной франшизой в которой является, пожалуй, Vampire the Masquerade, была анонсирована еще в 2007 году. Исландская студия CCP Games, известная также по онлайновому космосиму EVE Online, как ни старалась, но все же сдалась и объявила об отмене проекта. Как отмечает руководитель CCP Хилмар Петерсон, решение о прекращении работ над World of Darkness — самое сложное, которое ему когда-либо приходилось принимать. «Мне всегда нравилась идея создания мира песочницы во вселенной вампиров, и я все эти годы наблюдал, как наша команда пытается эту идею воплотить в жизнь. Но мы не смогли добиться того результата, которого хотели. Мы мечтали об игре, перемещающей вас в фантастический мир тьмы, однако я должен признать, что наши попытки не дотягивали до амбиций. Я хочу поблагодарить всех разработчиков игры. Я никогда не забуду того, что они сделали, и мне очень жаль, что мы не справились с задачей». Как следствие, 56 сотрудников студии в Атланте, трудившиеся над проектом, уволены, а оставшиеся сосредоточат усилия на EVE Online. В прошлом выпуске мы упоминали, что студия Fireaxis Games на прошедших выходах, анонсирует свою новую игру, и предположили, что она будет выпущена под новой торговой маркой. Так оно и случилось. Игра пусть и использует бренд Civilization, но по сути представляет собой совершенно новую IP. Называется она Sid Meier's Civilization Beyond Earth, и к самой цивилизации имеет отношение весьма косвенное. Скорее, это переосмысление стратегии Sid Meier's Alpha Centauri 99-го года выпуска, хотя сами авторы подчеркивают, что это не продолжение и не ремейк, а полностью самостоятельный новый проект. Главной темой здесь тоже ставится колонизация далекой планеты. Никакого типичного для цивы исторического контекста здесь нет. Действие начинается в 2200 году. Перенаселение, экологические катастрофы и глобальные политико-экономические потрясения вынуждают человечество искать новый дом среди звезд. Подходящая планета была найдена, и несколько наций отправили к ней свои космические корабли в надежде основать новые поселения. На старте мы видим знакомые по научной фантастике модели кораблей и вполне реалистичные на сегодняшний день технологии, но потом всё дальше погружаемся в мир будущего и поражаемся чудесам науки. Перед самой игрой нам разрешат выбрать тип корабля, на котором мы полетим к новому дому, состав груза, экипаж, руководителя экспедиции и одну из восьми компаний-спонсоров. За всё это будет даваться свой набор бонусов. Почему же в заголовке упомянута цивилизация? А просто технически геймплей будет устроен по той же схеме — те же пошаговые сражения и юниты, занимающие строго один шестиугольник. То же развитие городов, добыча ресурсов и дипломатия с другими странами, и та же гонка за новыми технологиями. Концовок заявлено пять. Известны из них пока лишь две — тотальное уничтожение всех соперников и контакт с разумной инопланетной расой. Релиз Beyond Earth состоится уже этой осенью. В детстве многие из вас бегали с раскинутыми в стороны руками, изображая самолёты. Казалось бы, обычная детская забава. Но разработчикам Cult of the Wind она настолько врезалась в память, что они решили сделать на эту тему полноценную мультиплеерную игру. Вполне себе даже шутер. Герои Cult of the Wind подражают не каким-то там пассажирским самолётам, а самым боевым. Абсурдность происходящего в том, что поскольку настоящего оружия у них, как и у детей, нет, то взрывы и звуки выстрелов они изображают сами. Их странному поведению есть и сюжетное объяснение. По замыслу авторов, персонажи входят в особый культ ветра, и такая игра для них является ритуалом. Впрочем, в плане боевой механики всё очень даже серьёзно. Урон, наносимый вами противником, прямо зависит от скорости полёта, поэтому вам придётся как следует разгоняться на земле, а ещё лучше в воздухе, в прыжке, перед тем, как ударить врага. Дата выхода Cult of the Wind пока не названа, но она уже появилась в Steam Greenlight, и если соберёт достаточное количество голосов, то появится в каталоге Стима. За карточной игрой Hearthstone Heroes of Warcraft в скором времени не обязательно будет проводить время исключительно в компании других пользователей. Можно будет играть и в полном одиночестве, благодаря обновлению под названием «Проклятие Накс Крамоса», получившему своё название в честь знакомого всем фанатам Warcraft, парящего над землёй Некрополиса. Биться в этом чудном месте предстоит с боссами пяти кварталов Накс Крамоса и их отвратительными слугами. Тот, кому повезёт одержать победу в этом нелёгком бою, в награду получит новые карты, а также сундук с картами легендарными. Если верить Blizzard, то по итогам «Проклятия Накс Крамоса» пользовательская колода пополнится аж 30 новичками. Кварталы Накс Крамоса будут появляться в Hearthstone по одному в течение пяти недель. Правда, на данный момент пока неизвестно, с какого дня начнётся отсчёт. На первое место в британском чарте после трёхнедельного перерыва вернулся шутер Titanfall. Удивительно, но дебютировавший на прошлой неделе аркаде LEGO The Hobbit в лидеры пробраться не удалось. А игры Traveler's Tales всегда пользовались в Англии особой популярностью. Стоит лишь вспомнить недавнюю The LEGO Movie Video Game, которая две недели подряд после релиза удерживала пальму первенства. Замыкает в тройку лидеров футбольный симулятор FIFA 14. А четвёртое и пятое места за завсегдатаями британского топа South Park The Stick of Truth и Call of Duty Ghosts. А вот симулятору козла не довелось долго поносить корону. В Steam в очередной раз первое место занял DayZ. Также пользователи сервиса Valve уже вовсю готовятся к отправке на улицы виртуального Чикаго и массово делают предзаказы на Watch Dogs, чем обеспечили детищу Ubisoft второе место. Лидер прошлонедельного чарта Goat Simulator лишь на третьей строчке. А на четвёртой и пятой ступеньках по-прежнему Space Engineers и Rust, только теперь они поменялись местами. А это были все игровые новости на сегодня. До новых встреч на GSTV! Субтитры сделал D. I thought that there'd be a single gold coin. Some of them have coins. Really? No! Luigi, no! Luigi! I heard the snap! I heard the snap!